КНР отвергал обвинение в закабалении в адрес проекта 1 пояс, 1 путь. КНР отвергал обвинение в закабалении в адрес проекта 1 пояс, 1 путь. 7.20 РИА Новости, Рамиль Сиддиков, министр иностранных дел КНРВН и архивное фото. РИА Новости, Рамиль Сиддиков, министр иностранных дел КНРВН и архивное фото. Пекин, 19 апреля Новости. Инициатива «Один пояс, один путний» является долговой ловушкой Факты свидетельствуют о значительных выгодах для всех стран-участниц инициативы, которые активно ее поддерживают Заявил на пресс-конференции в пятницу глава МИД КНРВНИ Факты говорят громче слов, и мы должны обращать внимание именно на факты А они свидетельствуют, что 126 стран и 29 международных организаций уже подписали с Китаем документы о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс, один путь» А на форум в этом году приедут представители более 150 стран, включая 37 лидеров Все это говорит о поддержке и одобрении с их стороны инициативы «Один пояс, один путь» Заявил Ван И, отвечая на вопрос относительно критики, которую некоторые страны высказывают в адрес инициативы 18 сентября 2018 года, 8 часов Китай лишит Европы топлива с помощью России Глава внешнеполитического ведомства Китая отметил, что «Инициатива «Один пояс, один путь» соответствует тенденциям современности Она отвечает стремлению страны-участниц к еще большему развитию и возрождению А критика и дискредитирующая комментарии о том, что эта якобы долговая ловушка Никогда не получит поддержку со стороны участников инициативы Некоторые страны, которые не в состоянии добиться успеха, не желают, чтобы другие государства преуспели Это притворное пренебрежение и равнодушие к тому, чего сам не можешь достичь, не принесет выгоду никому Заявил Ван И и подчеркнул, что для развития инициативы потребуется время И Китай приветствует любые пожелания и комментарии всех сторон относительно этого процесса Именно для этого мы и проводим форум, чтобы выслушать мнения и предложения всех сторон Он подчеркнул, что за последние шесть лет с того момента, когда председатель КНР Си Цзиньпин выступил с данной инициативой Практическое сотрудничество в ее рамках принесло значительные результаты 14 апреля, 8 часов Танец с пандой Китай спаситель Европы или системный соперник По его словам, именно благодаря участию в инициативе некоторые страны смогли обзавестись мостами между островами, скоростными железными дорогами, благоустроенными портами, а также значительно усовершенствовали индустриальный сектор Ван и добавил, что инициативы поддерживают ООН, представители которой неоднократно заявляли, что инициатива в значительной степени помогает всемирной организации в усилиях по борьбе с нищетой во всем мире Один пояс, один путь, подчеркнул Ван и поддерживают в том числе и во Всемирном банке, где отметили, что благодаря китайской инициативе удастся сократить время на логистику по всему миру на 1,22,5%, а также снизить торговые издержки на 1,12,2% Первый форум «Один пояс, один путь» прошел в Пекине в мае 2017 года В нем приняли участие 29 глав государств и правительств Концепция «Один пояс» — один путь международной инициативы Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем Идея формирования экономического пояса «Шелкового пути» была выдвинута лидером КНРС Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года 22 марта, 8 часов ЧАО, Европа Почему Италия меняет ЕС на Китай?